Смотрите, мои песни, всё моё творчество направлено на социальную тему. То есть текст у меня в песнях абсолютно незамысловатый, то есть если они не вслушиваться особо, то про любовь, про любовь. А в чём тогда социальность? А социальность в том, что я даю людям выбор. Я им показываю, что есть как хорошее, так и плохое. Вы заслушайте или не слушайте? По-моему, все дают этот выбор. Нет, все дают этот выбор, но я не говорю, что будьте обязательно такими, как я. Я говорю, что вы можете быть такими, а вы можете не быть. Вы можете пить, курить, принимать наркотики. Это такими, как ты или нет? Нет, это, конечно, не такими, как я. Я наоборот, я за здоровый образ жизни, я за позитивное мышление, за перемены. Это очень важно всё. Катя, ты сказала, что давно начала петь, глядя на тебя. Я не знаю, Бурковская, ну сколько девочке лет девятнадцать? Алина Гроссу начала петь в четыре года. Она здесь рассказывала о себе на синем диване. Я тоже. У тебя тоже, да, где-то. Вы ровесница. Ровесница, да, почти скажем так. Хорошо. Кать, давай послухаем твою песню. Чтобы удостовериться, что же за социальность в проекте «Катю». То есть для меня это одна сенсация. Кто-то увидит там сенсацию в плане встретить каких-то новых знакомых, может быть что-то бросить, может быть что-то начальное. То есть, грубо говоря, если, допустим, Юлия Бурковская любит работать орально-вокальным аппаратом, то это для кого-то может быть сенсация, а для кого-то нет. Ну, то есть это же самое. Ну, грубо говоря, да. Ну, друзья мои, проект «Катю» у нас в студии БСП-шоу, и сейчас песня «Сенсация», на которой, кстати, был снят клик. Правильно, Кать? Да, недавно мы обрисовались. Давайте все вместе послушаем. И вот, как сказала Катя, что да, не замысловатые слова, но, в общем-то говоря, начнем обсуждать. Абсолютно предарямость. Хотим сказать «Слава Вардам».